Актером, которого приметил сам Немирович Данченко, у него быть не получилось. Зато он стал большим генералом, имевшим более 50 наград. Зиновий Пешков. Под Верденом он потерял руку. В гражданскую на дипломатической работе при Колчаке, а затем в Рангеле. Его биография, начиная с его молодости, читается как приключенческий роман. Зиновий был родным братом Якова Сверднова, одного из вождей большевиков. Правда, знать друг друга они не желали, слишком разошлись их политические позиции. А фамилия Пешков – это фамилия крестного его отца, Максима Горького. Родину он оставит в 1904 году. В 1921 он будет собирать гуманитарную помощь для РСФСР, а потом воевать в Африке в рядах иностранного региона. После поражения Франции в 1940 году Зиновий будет жить в Лондоне, станет другом Шарля де Голля, будет на дипломатической работе в Японии и Китае. Что же особенно нам интересно? Залман Свердлов станет православным. И станет православным именно с подачи Горького, пролетарского писателя. И это факт. Факт и то, что по завещанию он попросит похоронить его на русском кладбище и положить в гроб православную икону и портрет Максима Горького. Его похоронят по православному обычаю на Сен-Женевье в Дебуа под Парижем в 1966 году французского православного генерала.